Во время Второй мировой войны грузовики играли жизненно важную роль в транспортировке войск, поддержании линии снабжения и служили в качестве пожарных машин. В отличие от нашей страны, в Германии на момент начала Великой Отечественной войны была развита автомобильная промышленность. Например, в 1920 году там было много компаний, которые производили трехосные грузовые автомобили. В итоге Германия не имела нехватки грузовой техники. Например, при нападении на Францию армия Германии получила множество 10 тонн грузовиков. Грузовик Хеншель 33 D1 С 1937 года по 1941 года в армию Германии было поставлено около 22 тысяч грузовиков Хеншель. В целом грузовики Хеншель 33 являются мощным и очень надежным автомобилем, имеющим отличную проходимость и выносливость. Это чисто немецкие грузовики, выпускаемые в конце 30-х. Крупной компанией Германии. Автомобильная фирма Хеншель является отделением одной из самых крупнейших германских военно-промышленных корпораций Хеншель. Свои первые грузовики она изготовила в 1925 году во время застоев промышленности Германии. С 1933 года фирма выпускала один из наиболее известных и распространенных транспортных средств Германии трехтонный грузовик Хеншель серии 33. Трехосные грузовики Хеншель использовались для перевозки пехоты, амуниции и легких орудий, служили тягачами и были базой для различных фургонов, цистерн и настроек к химическим машинам. С 1937 года на их шасси компания противопожарного оборудования МЭДС выпускала для Германии специальные аэродромные пожарные автомобили. Грузовики Краб Л3-H163. С 1931 года продукция компании Краб возглавляла новую стандартизированную трехтонную армейскую гамму. Первыми были грузовики Л3-H3 с 90-сильным двигателем, а с 1936 года компания начала выпускать грузовики Л3-H163 с новым 110-сильным мотором с двумя карбюраторами и пневматическим тормозом-приводом системы КНОР. Он снажался прямоугольной закрытой кабиной, трехтонной лебедкой центрального расположения и служил для установки различных кузовов и настроек. В общей сложности этой серии было построено около 2000 единиц. Грузовики Mercedes-Benz LG 3000. Трехосный автомобиль Mercedes-Benz LG 3000 был первым немецким серийным дизельным военным грузовиком, дополнившим стандартизированную трехтонную гамму машин, оснащавшись их в тому времени только бензиновыми силовыми агрегатами. Его пятиступенчатая коробка передач производства фирмы ZF вместе с демультипликатором обеспечила 10 ступеней для движения вперед и две передачи заднего хода. На разных выпусках устанавливались гидравлические и пневматические тормозные системы. Кабины у грузовика были двух типов. С деревянным каркасом, обшитым металлом, у которой верх был откидным, в принципе, у кабриолета, второй откид был полностью металлическим, закрытым верхом. Использовались в пожарных подразделениях. Этот грузовой автомобиль за все годы производства, а точнее с 1935 по 1938 года, был произведен в количестве 7440 штук. Основная часть из них были бортовыми. Всем привет! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании A7, модель под номером DS3508, модель у нас в 35-м масштабе, это у нас трехкостные грузовики Германии, а именно Henschel 33D1, Krab L3H163 и Mercedes-Benz LG3000. Ранее я сказал небольшую историческую справку, сейчас непосредственно к нашему обзору. Но перед тем, как вы послушаете наш обзор, пожалуйста, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, это поможет развитию нашего канала. И не забудьте подписаться. Ну и первое, что мы видим в коробке, у нас три инструкции, три декали, три пакета с литниками. Инструкции все достаточно понятные, то есть данные модели не состоят труда собрать как новичкам, так и опытным моделистам. Сразу хочу обратить внимание, что данные модели уже давно выпускаются в компании A7, и уже существует огромное количество сборок, очень хороших, мне очень понравились, много людей отзываются, только положительно. Про качество литья. Качество литья очень хорошее, пластик серого цвета, приятный в обработке, даже самые мелкие детали пролиты очень хорошо. На двух грузовиках колеса у нас идут пластиковые, на одном виниловые. Винил достаточно хорошо пролит, мне очень понравилось, все четко, все сделано. Пластик, само собой, понятно, что очень хорошо сделан. Остекление также очень классное, прозрачное, то есть никаких дефектов на остеклении нет. На всех литниках я буду литники все-все приближать, и будет все видно, что все проливки, все хорошо. При обзоре, еще раз обращу внимание, что делал обзор, каких-либо дефектов обнаружено не было. То есть ни недоливов, ничего, все-все отлично, литники хорошие, чистые, все прекрасно пролито. Ну, далее вам будут представлены литники, приятного просмотра, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok